всем привет с вами дмитрий урсул это второе видео из серии ликбез для музыканта в котором мы поговорим более детально о том что вам нужно знать если вы выбрали конкретно какое-то направление музыкальной деятельности из тех что я обозначил в первом видео я очень надеюсь что вы выполнили домашнее задание что вы хотя бы подумали представили может быть какую-то информацию в интернете поискали чем конкретно вы бы хотели начать заниматься в плане музыки то есть именно чем сфокусировать свое внимание потому что как я уже говорил в прошлый раз очень сложно размениваться сразу во все вникать и аранжировки игра на инструменте и сведение мастеринг то есть как я говорил все это требует разного ну скажем так не подхода а разного разной подготовки то есть и технической и в плане знаний в плане поиска этих знаний то есть очень много разных моментов так вот в этом видео хотел бы уже чуть конкретизировать то есть сказать именно ну так обозначить те четыре направления которые выделил и сказать на чем вам следует сфокусироваться в каждом из них и так давайте начнем первое это аранжировщик битмейкер назовем это так соответственно вы хотите делать аранжировки то есть вы хотите создавать полноценные композиции в каких-то определенных жанрах или в нескольких жанрах то есть вот первый пункт который нужно понять какая музыка вас интересует то есть вы хотите быть таким человеком оркестр который делает все вообще то есть может сделать и рок музыку и джаз и хип-хоп и ну то есть все либо вы хотите фокусироваться на том жанре который вас вот собственный привел к музыке то то что вас заставила вот принять решение что я хочу научиться создавать музыку вот с помощью мака с помощью каких-то инструментов то есть вы должны это для себя твердо решить и в первую очередь начать прорабатывать именно эти моменты то есть вы должны слушать много музыки именно этого жанра и каких-то смежных то есть это вообще аксиома с этого стоит вообще начинать то есть вы должны анализировать уметь музыку про анализ музыки я поговорю в отдельном видео как это грамотно делать с технической из творческой точки зрения вы должны быть в контексте то есть вы должны разбираться что было 10 лет назад в этом жанре что было 20 лет назад в этом жанре если он тогда еще был и либо из чего он возник вы должны понимать что сейчас происходят тенденции немножко чуть опережать то есть вы должны все время быть вот в этой теме тогда ваш продакшен ваши звуки которые вы будете выбирать будут максимально качественным максимально трендовыми и интересными и опять же есть кто-то мне захочет возразить скажет но как же это будет самокопирование мы будем там или кого-то копировать будем у кого-то брать идеи скажу так что прежде чем что-то свое придумать если вы хотите быть таким революционером в с точки зрения там написания аранжировок или битмейкинга сперва вам нужно изучить то что уже придумано то есть то что уже кем-то было сделано вы должны через себя это пропустить и уже на этом фундаменте вы сможете что-то свое внедрять то есть вы сможете там понять что не буду это делать так как все а сделал что-то по-другому и поверьте именно все продюсеры которые выстреливают как которых все говорят которые все знают они в свое время сделали именно это они послушали что было на тот момент что было до них включили свое воображение что-то добавили и это стало их фишка и стал их почерком то есть еще раз вы должны значит слушать жанр свой либо те жанры в которых хотите работать и дальше вы должны уже фокусироваться на техническом моменте то есть изучить секвенсор с точки зрения тех функций которые вам пригодятся в вашей деятельности второе это ну собственно желательно конечно же уметь играть на каком-то инструменте желательно клавишном потому что нужно сделать полноценные аранжировки без меди клавиатуры без умения базового какого-то знания гам ну очень сложно ну честно не не представляю как можно мышкой там прорисовывать ноты и делать при этом классные аранжировки то есть все равно нужно хотя бы базово как-то освоить ну фортепиано можно сказать ну то есть клавишный инструмент при этом я не говорю что нужно быть фортепиано там игры игроком на фортепиано уровне бог нет это никому не нужно никому не нужны там какие-то сложные партии все делать с обычными аккордами там максимум одноголосая конь партия сыгранная двумя пальцами в этом нет ничего сложного и за счет саунд дизайна это уже следующий пункт если вы поняли за счет саунд дизайна даже такие простые партии превращаются в какие-то очень комплексные интересные вещи и так следующий пункт как я уже сказал sound design это тоже очень важно вы должны это также освоить то есть помимо того что вы разбираете жанре вы умеете играть на инструменте чтобы вводить хотя бы какую-то какие-то идеи в секвенсор вы также должны разбираться в звуках которыми эти данные в данном случае ноты воспроизводится потому что в любом жанре есть какие-то синтезаторы какие-то сэмплерные инструменты какие-то может быть живьем записанные инструменты то есть вы должны это понимать вы должны знать где эти звуки искать вы должны понимать какие библиотеки существуют посмотреть какие-то может быть демо версии попробовать скачать установить то есть вы должны с этим развиваться вы должны накапливать свой багаж если вы аранжировщик багаж звуков багаж может быть пресетов поначалу потом конечно же я рекомендую изучить синтез изучить sound design потому что от этого будет выигрывать все ваши аранжировки вы не будете заниматься шаблонным копированием там чьих-то идей или своих же собственных идей из предыдущих работ вы будете каждый раз такие мини революции делать своей карьере вот более подробно об этом буду еще в следующих видео говорить потому что каждый из этих направлений требует определенной фокусировки но так или иначе среди уже даже наших курсов на music help очень много есть видео уроков по поводу того как в этом направлении двигаться например звучание на миллион тренинг либо создание композиции за 10 дней там так или иначе вот эти моменты для аранжировщика достаточно подробно разбираются поэтому если вы подписчик пакета максимум плюс либо максимум обязательно зайдите в свой личный кабинет и посмотрите эти курсы там я думаю что вы много интересного знаете следующее направление это музыкант но тут много с говорить нечего кроме как то что вы должны очень любить свой инструмент либо если вы поете вы должны любить пение и у вас должна быть постоянная такая практика скажу так рутина как это говорят но рутина в хорошем смысле что у вас должно быть какое-то развитие во первых если мы прервать возьмем я гитарист возьмем гитару мой основной инструмент как у меня проходит скажем так будни то есть я должен минимум часа полтора заниматься определенными упражнениями которые только поддерживает мой уровень то есть я не деградирую потому что если вы неделю или там две недели не поиграете ваши мышцы немножко атрофируется связь между например моем случае пальцами и мозгом чуть-чуть утеревается и нужен день чтобы вернуться обратно форму а то и два то здесь прям практически как в спорте то же самое только тут нас не мышцы а тут нас вот эти связи между головой скажем так и конечностями которыми мы играем на том или ином инструменте поэтому чтобы терять не терять точнее уровень нужно заниматься определенными какими-то упражнениями они для каждого свои то есть кому-то нужно больше упражнений там на скорость кому-то на четкость кому-то на растяжку но это касаемо гитары то же самое уверены на клавишных инструментах и на любых других на барабанах то есть есть набор упражнений и этих опять же этой информации очень много в интернете в открытом доступе везде которые просто будут поддерживать ваш текущий уровень и далее вы должны определить свой уровень уже брать какие-то упражнения какие-то фразы какие-то наработки с уровня повыше то есть вы чувствуете что на каком-то там начальным или средним уровнем владения своим инструментом вы должны его постепенно повышать иначе вы будете постоянно ходить на одном уровне соответственно секвенсор вам может помочь для тех же самых занятий потому что просто под метроном скучно что-то играть это ну не интересно это очень быстро вы перегорите то есть неделю вы так позанимаетесь на вторую вы уже будете всячески отлынивать от этой задачи соответственно с помощью секвенсора если вы изучите например какие-то базовые элементы в лоджик в том же самом то можно например с помощью джаммер инструменты с помощью каких-то басовых инструментов можно создать себе такие несколько минусов в разных жанрах и пробовать под них играть это гораздо интереснее это гораздо правильнее потому что можно менять тональности можно менять темп при этом интересно играть под это дело то есть для вас секвенсор будет как такой скажем помощник в самообучении потому что просто играть под метроном или под какие-то уже готовые песни это не так интересно это тоже быстро надоедает то есть тут опять же вам секвенсор придет в помощь и конечно же нужно развиваться развиваться следующее направление это сведение мастеринг тут я думаю тоже все понятно вам очень много нужно уделить внимание также прослушиванию музыки только уже не столько с точки зрения аранжировочного подхода сколько с точки зрения обработки то есть вы должны каждый звук определять по скажем так каким-то определенным моментом опять же будет отдельное видео для тех кто хочет заниматься сведением и мастерингом будет отдельное видео о том как нужно акцентировать свое внимание на при прослушивании каких-то референсных треков то есть на которые вы хотите ориентироваться и соответственно когда вы накопить этот багаж знаний вот этого вкуса скажем так в вашем слухе то есть это тоже очень важно слух нужно тренировать не только там с точки зрения частот там различать какие тональности частоты именно вот тренировать вкус своих ушей скажем так то есть вы когда слушаете какую-то необработанную демку или какую-то там какой-то мультитрек необработанный вы сразу будете понимать так барабаны нужно сделать вот такими бочку более плотной с нейр более хлестким там вокал более насыщенным глубоким гитару более жесткой то есть вы будете уже понимать что здесь это уместно а вот в следующей песне это абсолютно не уместно то есть те же самые действия в другой композиции вообще работать не будут и вот с опытом вы вот придете к такой некой профессиональной интуиции как я это называю и будете всегда принимать правильное решение это как бы такая творческая часть этой задачи вторая часть это конечно же знание вам нужно обладать самыми знаниями по работе с самыми основными инструментами то есть это эквализация это компрессия это работа с пространством панорамирование естественно частотно громкостной баланс и уметь работать вот именно с разными группами инструментов потому что я знаю много примеров когда людям при умеют качественно сводить вокал с уже готовыми минусовками но при этом абсолютно не могут работать с полноценным мультитреком потому что не знает как сводить отдельно барабаны как сводить бас и прочие эти моменты то есть вам нужно опять же много практиковаться для этого в интернете есть очень много мультитреков ну доступных в открытом доступе в разных жанрах то есть вы можете скачать профессиональные записи для тех у кого например нет доступа да там к студии к музыкантам вы можете скачать в открытом доступе эти мультитреки и просто на них тренироваться то есть загрузить их и попробовать там 10 вариантов разных миксов сделать одной и той же песни и поверьте это реально возможно и не факт что какой-то один вариант будет лучше всех остальных то есть возможно быть два или три варианта сведения одной и той же песни все они по-своему хороши то есть опять же если вы выбрали это направление тут тоже очень много почвы для развития помимо знаний также и в плане практики и четвертый аспект который мы намечали это инженер по записи то есть тут тоже есть свои фишки вам нужно ориентироваться в первую очередь в оборудовании то есть вы должны очень хорошо работать с микрофонами попробовать разные микрофоны тут конечно лучше куда-то может быть устроиться на студию где уже есть большой парк микрофонов большое количество оборудования потому что самому закупаться там в свои для своих нужд но это сложно это сложно потому что ну не знаешь у нас к сожалению нет особо таких сервисов которые позволяют тебе любой микрофон любое устройство любую монитор любой микшер взять там на день на два попробуйте потом вернуть и сказать что мне это не подходит взять что другое вот поэтому лучше тут наверное с кем-то с кооперироваться если у вас есть истинное желание я уверен что в вашем городе полно студий которые вот вас просто по инициативе разрешат вам приходить помогать ассистировать при записи смотреть что как и вот именно вот этого опыта брать то есть тут вот именно тот та профессия где вам нужно выходить скажем так в люди в свет и работать опять с разными музыкантами потому что помимо технического момента который сейчас рассказал вкратце у вас также есть межличностный момент потому что если вы будете работать записью вам нужно грамотно контактировать с музыкантами музыканты инструменталисты вокалисты это очень интересные люди со своим складом характера с ними бывает сложно работать то есть они могут прийти вниз не в настроении они могут там не быть какие-то проблемы и вы должны таким быть неким психологом в момент записи то есть вы должны подбадривать вы должны как-то направлять опять же вы должны разбираться примерно в той музыке с которой вы по которой вы планируете записывать потому что нельзя записывать там какой-нибудь оркестр или джаз-квартет а при этом слушать тяжелый рок или там какой-нибудь хип-хоп и вообще не контактирует с той музыкой потому что вы просто не сможете качественные исходники записать то есть это все я думаю понятно да но нужно опять же сконцентрироваться на этих деталях то есть опять же составьте такой некий чек-лист по всему что я обозначил в той выбранном направлении который вас интересует первое определите свой уровень определите как вот как вот вы объективно считаете вот ваш уровень по тому направлению которую я рассказал и составьте примерный план чего вам еще нужно научиться чтобы более чувствовать себя уверенно вот в этой области то есть если это сведение то может быть вам лучше хочется побольше знаете компрессии там об эквализации в каких-то разных ситуациях если это запись то опять же как записывать какой-то определенный коллектив там набор инструментов или с определенными например микрофонами как работать там если это аранжировка как сделать например трек в каком-то определенном жанре это вот очень хорошо в этом плане работает в создании треков то есть вы скачиваете там или там покупаете какой-то трек который вам нравится его загружать секвенсор и прям пытаетесь по косточкам его разобрать подобрать такие же похожие барабаны клавишные подобрать гитары то есть это все очень тоже важная практика соответственно составьте хотя бы на ближайшие там пару месяцев тройку месяцев вот эти мелкие шаги и пытайтесь каждый день по чуть-чуть их закрывать вы увидите как вы более сфокусированно будете расти то есть вас не будет какой-то такой фрустрации что я вроде не месяц уже сидел над чем-то работал но у меня нет этого внутреннего ощущения что я чего-то достиг что какие-то движения идут мне сегодня кажется что я вот сижу на одном месте и одним и тем же заниматься чтобы этого не было вы должны себе постоянно ставить маленькие цели и для себя их отмечать что а вот это я изучил там вот этот плагин какой-то новый вышел который прям вот реально делает какую-то магию там с каким-то инструментом там какой-нибудь супер фильтр или какой-нибудь дисторшн интересный и я знаю что если я его изучу он мне поможет там в каком-то продакшене какого-то трека ставьте себе это в цель изучайте плагин ставите галочку все вы уже стали на шажок выше то есть таким образом вы гораздо грамотнее гораздо планомернее будете развиваться и собственно улучшать свои результаты своих работ и расширять сферу своих своей деятельности ну что ж на сегодня это все в этом видео обязательно все законспектируйте запишите все что я говорил по пунктам я буду опять же в рамках этого скажем так направление ликбез для музыканта я буду так или иначе возвращаться ко всем этим аспектам более детально я буду следующих видео фокусироваться на определенных уже конкретных аспектах показывать все это на готовом примере в разных направлениях поэтому будьте на связи оставайтесь с нами с вами был дмитрий урсул всем пока увидимся в следующих видео